Вот и Ленинск-Кузнецкие любители мини-футбола смогли стать свидетелями зажигательной и динамичной игры. Хотелось бы надеяться, что это будет не разовая встреча команды СОЯ Кузбасса со своими болельщиками. В прошедшую пятницу в физкультурно-оздоровительном комплексе прошел матч чемпионата Кузбасса по мини-футболу. И соперник-то какой был выбран волею календаря – прошлогодний победитель чемпионата области – Новокузнецкий клуб СИП «Транзит». На данный момент этот коллектив, имея два матча в запасе, занимает вторую строчку в турнирной таблице. В чемпионате – париматч высшей лиги. Первенство России по мини-футболу зоны «Восток». В общем-то, ничем особым гости нас не превосходили. Ну так уж, чтобы совсем на голову. Конечно, заметна сыгранность, классность коллектива. Как-никак команда профессионального уровня. Первыми поволноваться наших болельщиков они заставили уже на первой минуте. Но нисколько не тушуясь, вскоре и тандем Кусакин-Подольский тоже ответили не менее опасно. На шестой минуте в составе мастеровитых гостей гол забил капитан СИП «Транзита» Виталий Хатценко. Первый удар наши перекрыли, но мяч отскочил к капитану, а его хлесткий удар получился неберущимся. Ну что ж, этого и следовало ожидать, что встреча со столь грозным соперником не будет легкой. Новокузнечане продолжают натиск, а наши достойно защищаются и отвечают своими атаками, которые также держат в напряжении голкипера Петра Понасенко. Попытки пробить его были у Ивана Кусакина, у Николая Нечаева и у Степана Подольского. Один из лучших в составе СУЭКа – Александр Дрёмин. Он и в атаке был полезен, и уж особенно в обороне, не раз выручая Дмитрия Овчинникова, принимая сильные удары на себя. И вот как раз его настырность уже после перерыва на 28-й минуте стала итогом назначенного в ворота Новокузнечан штрафного. Возможно, соперник ожидал от нас его розыгрыша, а Василий Коншин просто решился на удар, который получился результативным. Мяч, пущенный им между ног, стоящих в стенке вратаря и защитника, залетел в ворота. Могли и развить успех уже на следующей минуте. Атаку с прострелом справа мог завершить Нечаев, но его удар получился не сильным, и вратарь успел переместиться в противоположный угол. Но и противник также не раз мог еще огорчить нашу оборону, но только и наш голкипер действовал безукоризненно. Но до поры до времени на 36-й минуте СИП «Транзит» получил право на угловой, откуда последовала передача на вершину радиуса, где остался неприкрытым Евгений Вербин, чем он прекрасно воспользовался. Мы не опускаем руки, продолжаем атаковать, но на 38-й минуте нам залетает гол «Близнец». Разница лишь в том, что на этот раз был не розыгрыш углового, а ввод мяча из аута. И не сказать, что про автора последнего гола забыли. Его перекрыть активно не пускали Нечаева, и получилось, что Виталеха оценка помешать нанести разящий удар опять никто не смог. И на этом соперники не успокоились. Если бы не мастерство Дмитрия Овчинникова, то быть в наших воротах и четвертому голу. А затем был шанс и у Анатолия Шубенкова. И все-таки итог 1-3 не в нашу пользу. Следующий матч в рамках чемпионата СОЯ «Кузбасс» проведет в субботу, 27 ноября в 20.30 на площадке ГЦС «Кузбасс» в Кемерове.